Добрый день, уважаемые коллеги! Уверена, что актуальность проблемы лечения рака лёгкого ни у кого не вызывает никаких сомнений. Рак лёгкого вообще в целом с завидным упорством занимает лидирующие позиции в структуре. Рак лёгкого составляет примерно 15% в общей доле. Это примерно каждый шестой пациент. Это известная для всех проблема. Мелкоклеточный рак лёгкого всегда ассоциирован с курением в анамнезе. Это опухоль, которая имеет свою уникальную биологию, которая характеризуется бурным началом, молниеносным течением. Эта опухоль протекает по типу гемобластозов. Всегда это опухоль с высокой метатической активностью опухолевых клеток. Как правило, это объёмная центральная опухоль, которая даёт ранние метастазы, гематогенное метастазирование. И нередко мы видим уже на момент верификации процесса метастатическое поражение головного мозга. Это всё говорит о том, что опухоль требует незамедлительного вмешательства. Опухоль обладает крайне высокой чувствительностью к системной лекарственной терапии, к химиотерапии, которая и является основным методом лечения данной патологии. Но несмотря на такую высокую свою чувствительность к лекарственному лечению, достаточно большой процент пациентов прогрессирует и рецидивирует в ближайшие сроки после завершения терапии. И это приводит к развитию летального исхода в течение первых двух лет с момента верификации процесса, что ещё раз подтверждает неблагоприятный прогноз данного заболевания. На протяжении последних более чем 30 лет была проведена массивная работа по поиску препаратов, которые могли бы оказать воздействие на данную патологию. Первые исследования начались вообще в 40-х годах прошлого столетия, когда появились только первые цитостатики. К 70-м годам, к 80-м годам удалось достичь медиана общей выживаемости больных примерно до 7 месяцев, когда в нашем арсенале появились антрациклиновые антибиотики. И только начиная с 90-х, середины 80-х, середины 90-х годов, когда у нас в арсенале появились препараты платины первого и второго поколения, удалось достичь увеличения медиана общей выживаемости этих пациентов до 9 месяцев. И при этом не имеет значения с точки зрения влияния на показатели общей выживаемости и беспрогрессивной выживаемости, какой платиновый дуплет мы используем. Это комбинация топозида с цисплатином или комбинация топозида с карбоплатином. Мы видим, что и медиана общей выживаемости при цисплатине и при карбоплатине примерно идентична. 9,6-9,4 месяца. Медиана без рецидивной выживаемости тоже одинакова в обеих группах 5,4-5,3 месяца. И поэтому до сегодняшнего дня, практически на протяжении более чем 30 лет, золотым стандартом первой линии лекарственной терапии оставался платиновый дуплет. Проведенный метаанализ показал, что не только показатели общей безрецидивной выживаемости сопоставимы в этих группах, но и частота объективного ответа, которая тоже для нас очень важна, она идентична 66-67% в обеих лечебных группах. Но при этом карбоплатин обладает более благоприятным профилем безопасности. Карбоплатин имеет более низкую почечную, неврологическую токсичность, меньшее осложнение со стороны желудочного и кишечного тракта, потому что цисплатин – это самый высокоиметагенный препарат. Но при этом нужно помнить, что карбоплатин обладает достаточно высокой гематологической токсичностью, вызывая развитие тромбоцитопении и нейтропении. Но еще раз обращаю внимание, что с точки зрения влияния на выживаемость и комбинация с цисплатином, и комбинация с карбоплатином абсолютно идентична. Почему же замедлился прогресс и почему ничего нового не появилось за это время? Ведь клиническая фармакология так бурно развивается на протяжении последних 20-30 лет. В действительности все очень просто, поскольку, как я уже сказала, что мелкоклеточный рак легкого он ассоциирован с курением, то множество табачных канцерогенов приводит к развитию огромного количества мутаций в данной опухоли. И отсутствует та единственная драйверная мутация, которая может быть таргетируема. Поэтому для мелкоклеточного рака легкого на сегодняшний день таргетных препаратов не существует. Эта опухоль характеризуется высоким уровнем соматических мутаций. Количество мутаций составляет примерно 7,5 мутаций на 1 мегабазу. Мелкоклеточный рак легкого уступает по этому параметру фактически только немелкоклеточному раку легкого меланомии и раку мочевого пузыря. И проведенные к сегодняшнему дню все клинические исследования показали четкую взаимосвязь и четкую корреляцию между опухолевой мутационной нагрузкой и эффективностью иммунотерапии. Чем выше мутационная нагрузка, тем выше эффект от проводимой иммунотерапии, что было показано в клинических исследованиях при изучении меланомы и немелкоклеточного рака легкого. Проведенный достаточно массивный многофакторный анализ по оценке различных показателей, влияющих на общую выживаемость пациентов, помимо общего статуса, помимо стадии заболевания, помимо уровня нейронспецифической аналазы, помимо уровня лактатогидрогеназы, на показатели выживаемости при мелкоклеточном раке легкого оказывает влияние экспрессия PD-L1. И вот одно из исследований, в котором было показано, что практически 70% случаев опухоли мелкоклеточного рака легкого имеют высокую экспрессию. За высокую экспрессию принималась экспрессия более чем на 5% опухолевых клеток. И именно высокий уровень достоверно коррелирует с локальной стадией, это, как правило, более ранней стадии заболеваний, и является независимым фактором благоприятного прогноза, определяющий более высокие показатели общей выживаемости. И поэтому PD-L-позитивные опухоли, пациенты с PD-L-позитивной опухоли живут достоверно дольше, чем пациенты с PD-L-негативной опухоли. И, естественно, это не нашло свое отражение в изучении эффективности различных иммуноонкологических препаратов при распространенном мелкоклеточном раке легкого. И практически все фармакологические фирмы, которые занимаются разработкой иммуноонкологических препаратов и изучением их при солидных опухоли, приняли участие в изучении эффективности этих препаратов и при мелкоклеточном раке легкого. И вот один из первых препаратов, который вошел в нашу практику, это Pembrolizumab, исследование Keynot 158. Это исследование, в котором принимали участие пациенты с различными солидными опухолями, с признаками прогрессирования заболевания после перенесенной ранее стандартной 1-2 линий системной лекарственной терапии. Так вот, когорта больных мелкоклеточным раком легкого составила 107 пациентов в этом исследовании. Это все пациенты с признаками прогрессирования после платинного дуплета, в удовлетворительном общем состоянии, без каких-либо аутоиммунных заболеваний и без признаков неинфекционного пульмонита. Все пациенты получали в качестве второй-третьей линии терапии терапии Pembrolizumab, стандартный режим дозирования, 200 мг внутривенно-капельный один раз каждые три недели, и длительность лечения продолжалась в течение двух лет, либо до развития признаков прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности. Конечно же, основные цели в данном исследовании – частота объективного ответа по критериям системы Resist 1.1, ну и дополнительно изучались показатели безрецидивной, общей выживаемости, длительность ответа и безопасность препаратов. И что же было показано? Было показано, что в целом частота объективного ответа составила примерно 18,7%. Но обращают внимание, что среди ПДЛ-позитивных пациентов этот уровень составил 35,7% против 6% пациентов, которые были ПДЛ-негативны. И в зависимости, конечно, от этого мы видим, что общая выживаемость, одногодичная общая выживаемость у пациентов в целом составила 53% против 30%, которые оказались негативными. Далее были проведены еще другие исследования, которые послужили основанием для регистрации пембролизумаба для третьей линии терапии больных, распространенным мелкоклеточным раком легкого, которые прогрессируют на фоне платинового дуплета и еще как минимум одной линии стандартной лекарственной терапии. Следующий препарат, который нами уже достаточно хорошо изучен, это препарат Ниволумаб. Одно из исследований, это исследование ЧИКМЭК-331. Это больные, достаточно большая когорта пациентов, почти 600 больных, с признаками прогрессирования после платинового дуплета. Также больные в удовлетворительном общем состоянии, без признаков метастатического поражения головного мозга и ранее не получавшие иммуно-онкологические препараты. Все пациенты были рандомизированы один к одному на две группы. Первая группа – это больные, которые получали Ниволумаб, а вторая группа – на выбор исследователей получали стандартный режим второй линии терапии. Либо это топотекан, либо для японской когорты больных был выбран амбруцин. Основная цель – это оценка показателей общей выживаемости больных. Дополнительная безрецидивная выживаемость, частота объективного ответа и безопасность. Минимальное медианное наблюдение составило общей выживаемости 15,8 месяцев. Но, к сожалению, это исследование оказалось негативным, и Ниволумаб во второй линии не продемонстрировал своих преимуществ над стандартной линией химиотерапии. 6-месячная выживаемость, 12-месячная выживаемость, она была практически идентична. Это же касается и показателей общей выживаемости пациентов. Но в этом исследовании очень оказался интересным поданализ по подгруппам в зависимости от чувствительности пациентов к первой линии стандартной химиотерапии, то есть к первой линии платиновому дуплету. И было показано, что если пациенты были рефрактерны или резистентны, то есть они практически не ответили на платиновый дуплет, они демонстрируют более высокие показатели эффективности при применении Ниволумаба, нежели при применении химиотерапии. Медяна общей выживаемости 7 месяцев против 5,7. А в то время те пациенты, которые были чувствительны к препаратам платины и ответили на лечение полным частичным регрессом и с признаками прогрессирования далее, они не отвечали на терапию Ниволумабом. То есть если больные чувствительны к химиотерапии, в качестве второй линии для них оптимальнее использовать именно химиотерапию. Они в меньшей степени ответят на терапию Ниволумабом. И на сегодняшний день Ниволумаба подобран для пациентов мелкоклеточным раком легкого в качестве третьей линии терапии с признаками прогрессирования на фоне химиотерапии платиновыми дуплетами и как минимум еще одну дополнительную линию терапии. Но, конечно же, те тенденции, которые существуют на сегодняшний день при лечении больных немелкоклеточным раком легкого, они применяются и при лечении пациентов мелкоклеточным раком легкого. И здесь речь идет именно о комбинации химиотерапии и иммунотерапии. Рациональное звено здесь состоит в том, что сегодня многие уже об этом говорили, состоит в том, что химиотерапия, цитостатические воздействия на опухолевые клетки приводят к высвобождению огромного количества опухолевых антигенов. Эти опухолевые антигены раздражают иммунную систему. А в свою очередь иммуноонкологические препараты, они запускают опухольспецифический т-клеточный иммунитет, и тем самым комбинация химиотерапии и иммунотерапии приводит к развитию более длительного и более стойкого ответа на терапию. И первое исследование, исследование Эмпур-133, которое предварительно его результаты были известны уже в 2018 году, это больные, которые получали в качестве первой линии терапии комбинацию платиновым дуплетом 4 цикла, и далее, и вторая группа, это пациенты, которые получали химиотерапию в комбинации с отезолизумабом. 403 пациента мелкоклеточным раком легкого в удовлетворительном состоянии, ранее не получавшие системной лекарственной терапии, стратификация осуществлялась в зависимости от пола, общего соматического состояния и наличие или отсутствие метастатического поражения головного мозга. Пациенты с поражением головного мозга также включались в это исследование. Рандомизация один к одному. Платиновый дуплет от отезолизумаб и платиновый дуплет и плацебо. После завершения четырех циклов индукционной терапии пациенты, получавшие от отезолизумаб, оставались в поддерживающей терапии от отезолизумабом, либо вторая группа получали плацебо, лечение проводилось до прогрессирования или до утраты клинического преимущества. Основная цель – это, конечно же, оценка показателей выживаемости пациентов и дополнительная частота объективного ответа, длительность ответа и безопасность. Пациенты были очень хорошо стратифицированы по основным параметрам. Все группы подобраны хорошо. Это и распределение по возрасту, по полу, по общему соматическому состоянию, метастатическому поражению головного мозга, метастатическому поражению печени. И что же мы видим? Мы видим, что добавление от отезолизумаба к первой линии системной лекарственной терапии достоверно и колоссально увеличивает показатели общей выживаемости больных. Одногодичная общая выживаемость составила фактически 52% против 39% в группе больных, которые получали только химиотерапию. 18-месячная выживаемость – 34% против 21%. То есть от отезолизумаб приводит фактически к увеличению общей выживаемости пациентов в полтора раза. И это первое исследование за последние 35 лет, которое оказалось позитивным и позволило преодолеть рубеж общей выживаемости больных мелкоклеточным раком легкого в 12 месяцев. Что касается выживаемости без прогрессирования, здесь аналогичные данные. Добавление от отезолизумаба приводит к достоверному увеличению без прогрессивной выживаемости. 6-месячная – 31% против 22%, а одногодичная без прогрессивной выживаемости – она фактически в 2,5 раза выше в группе больных, которые получали дополнительно от отезолизумаб. 12,6% против 5,4 месяца. Ну вот на ЭСМО в этом году еще разочек было продублировано такой колоссальный эффект от отезолизумаба, добавление которого в 1,5 раза увеличивает общую выживаемость пациентов по сравнению только с применением химиотерапии. Что касается частоты объективного ответа, то в принципе показатели объективного ответа были идентичны и в группе больных, которые получали комбинированный режим химиотерапии от отезолизумаба, и в группе только химиотерапии. Но обращает внимание, что медиана длительности ответа была несколько выше при применении от отезолизумаба, и количество пациентов с продолжающимся ответом оно фактически в 3 раза больше выше в группе больных, которые получают комбинацию от отезолизумаба по сравнению только с химиотерапией. Очень интересен подгрупповой анализ. Конечно, нам всегда хочется иметь какой-то биомаркер, который нам позволит адекватно и объективно определять пациентов, которым показано добавление комбинации иммунотерапии с химиотерапией, а кому будет достаточно только химиотерапии. Но на самом деле таких биомаркеров нет. Но если мы посмотрим на подгрупповой анализ в этом исследовании, то мы увидим, что абсолютно все группы пациентов, и независимо от пола, независимо от возраста, независимо от общего состояния, независимо от наличия или отсутствия метастаза в печени, все они выигрывают от назначения от отезолизумаба. Единственная группа пациентов – это пациенты с метастатическим поражением головного мозга, у которых не было достоверного увеличения общей выживаемости, но это, конечно же, связано с крайне неблагоприятным прогнозом для этих пациентов, потому что априори эта группа больных одна из самых неблагоприятных. Что касается пациентов с метастазами в печени, мы тоже их считаем крайне неблагоприятной прогностической когортой, но здесь независимо от того, были метастазы в печени или не было метастазов в печени, абсолютный выигрыш в показателях выживаемости был в группе пациентов, применявших комбинированную терапию. Что касается профиля безопасности, то нежелательные явления, они третьей-четвертой степени, связанные с лечением, они наблюдались примерно с одинаковой частотой и в группе комбинации химиотерапии от отезолизумаба, и в группе больных, которые получали только химиотерапию. Примерно составлено 95% против 93% это составило. Серьезное нежелательное явление также с равной частотой 38 и 35%. А вот, конечно же, иммуноопосредованное нежелательное явление, они в два раза чаще наблюдались в группе больных, которые получали от отезолизумаб, 41,5% против 24,5%. Но это и обусловлено как раз профилем безопасности данных препаратов. Как я уже сказала, частота иммуноопосредованных осложнений была 41,5% в группе больных, которые получали от отезолизумаб дополнительно, и 24% в группе больных, которые получали только химиотерапию. Основные проявления этой токсичности были представлены сыпью, аутоиммунным гепатитом и развитием аутоиммунного гипотириоза. Все эти осложнения на сегодняшний день мы уже абсолютно знаем, как их купировать, как бороться, как поступать в случае развития данных осложнений. Поэтому на сегодняшний день развитие иммуноопосредованных нежелательных явлений не является для нас камнем ткновения. И помимо данного исследования, в нашем арсенале в 2019 году появилось еще одно исследование, это исследование Каспиан, в котором была достаточно большая тоже когорта пациентов, около 1000 больных. Три рукава исследования, только платиновый дуплет, 6 циклов, платиновый дуплет, 4 цикла в сочетании с дурволумабом. И третий рукав, он выпал в дальнейшем из исследования, поскольку в этом рукаве не было преимуществ в показателях выживаемости, поэтому он для нас меньший интерес представляет. Там пациенты получали дополнительную к дурволумабу 3 млмаб. И что мы видим? Для нас, конечно, интересны первые два рукава, это сравнение стандартного платинового дуплета и сравнение платинового дуплета и дурволумаба. Результаты данного исследования абсолютно идентичны исследованию EMPOIR-133 по оценке эффективности сатезолизумаба. Мы видим, что показатели общей выживаемости одногодичной 53% против 39%, 18-месячной 32% против 24%, и мы уже имеем данные двухлетней выживаемости 22% и 14% это выживаемость пациентов, которые получали только химиотерапию. Если сравнить эти два исследования, то они абсолютно идентичны. Но вот исследование Каспио на настоящее время, пока у нас на территории Российской Федерации не зарегистрировано данная комбинация. Эта комбинация используется только в Европе. И поэтому на сегодняшний день с большой уверенностью и с радостью за наших пациентов мы можем говорить о том, что на сегодняшний день новым стандартом первой линии лекарственной терапии мелкоклеточного рака и легкого является комбинация платинового дуплета, это применение карбоплотина и топазида в сочетании с отезолизумабом. Четыре цикла с последующим поддерживающим лечением отезолизумабом до прогрессирования или до развития неприемлемой токсичности. Данная комбинация была зарегистрирована на территории Российской Федерации 15 апреля 2019 года. И если посмотреть на эволюцию лекарственного лечения, то начиная с 70-х годов, на протяжении более чем 40 лет, 50 лет фактически, мы имели в своем арсенале только системную лекарственную терапию, а на сегодняшний день иммунотерапия, если спросить, есть ли место иммунотерапии при мелкоклеточном раке легкого, то однозначно да. В заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, стандарты лекарственного лечения мелкоклеточного рака легкого стали меняться, иммунотерапия демонстрирует достаточно высокие показатели эффективности при мелкоклеточном раке легкого. Достоверная эффективность от азолизумаба в комбинации с химиотерапией первой линией является уникальным достижением в улучшении результатов лечения больных мелкоклеточным раком легкого, поскольку снижает риск смерти более чем на 25% и увеличивает общую выживаемость в полтора раза. Ниволумаб и перборолизумаб демонстрируют преимущество надстандартной химиотерапией в качестве третьей линии лечения при рефракторном либо резистентном мелкоклеточном раке легкого. Ключевую информацию по безопасности в отношении препарата от азолизумаб мы можем почерпать из инструкции к применению данного препарата. И благодарю за внимание.